На совещании в Доме правительства обсудили и эпидемиологическую ситуацию в республике. Гриб сдает свои позиции. В Республиканском Минздраве отмечают, что ситуация стабилизировалась. Если в феврале на карантин закрыли сразу пять школ Чебоксар, то сейчас все учебные заведения Чувашия работают в штатном режиме. Число болеющих детей уменьшилось. За девятую неделю, то есть с 24 февраля по 3 марта 2017 года зарегистрировано 6953 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. В том числе в городе Чебоксары 4653 случая, что составляет 67%. Но даже спокойная обстановка не дает повода расслабляться. Специалисты прогнозируют очередную волну эпидемии, которая придется на весну. Минздраве отмечают, что для борьбы с заболеванием необходимый запас препаратов в республике сформировали. Говорили на совещании еще об одном гриппе птичьем. В республике его готовы встретить во всеоружие. В ряде регионов страны уже подсчитывают потери от вируса. Гриппом птиц болели птицы фабрики, где было умершлено сотни тысяч птиц. Поэтому болели еще птицы и в зоопарках, дикие птицы и домашние там. Там были восьми субъектах Российской Федерации. Поэтому нам нужно быть увеличенно осторожны, к госсветслужбе обращаясь. На большинстве птиц и фабрик республики ужесточили пропускной режим. Чтобы не допустить несчастных случаев, ограничен въезд и установлены санитарно-защитные зоны. В случае регистрации таких падежа птиц и диких птиц, в том числе, нужно провести обязательно лабораторные исследования. Вирусологическая лаборатория у нас лаборатория имеет такие возможности. Дмитрий Ковалев, Татьяна Молокова и Сергей Адушкин. Республика.